Ресторан Людовика Мора представляет Казалось бы, чего проще – купить кусок говядины и пожарить стейк по своему вкусу. Однако, как правило, домашние стейки, приготовленные поваром-любителем, пусть даже на гриле, не идут ни в какое сравнение с теми, что подадут вам в специализированных ресторанах. Выбор мяса, время и способ приготовления, мастерство повара и степень прожарки, сборка блюда и даже столовые приборы – здесь множество тонкостей, и лишь овладев ими в совершенстве, можно получить желаемый результат, который удовлетворит даже самого привередливого гурмана. Очередной выпуск «Философии кухни» о культуре стейков, о том, где взять правильное мясо в условиях экономических санкций и какими приборами предпочитают пользоваться ценители стейков. И в довершении всего мастер-класс от шеф-повара одного из лучших ресторанов «Мариэл» Евгения Дружкова. В русскую кухню культура стейков пришла из Америки, к сожалению, наверное, потому что у нас есть те же самые большие куски мяса, которые мы любим, как русские люди, все равно поесть хорошо. Культура стейков, она из себя представляет, наверное, всеобъемлющей, да, то есть показатели не только говядины это бывает, да, это бывает из свинина, это можно сделать, в принципе, стейки и из рыбы, да, то есть стейки из птицы, да, то есть они будут немножко другого формата, но все-таки это будут то же самое – большие куски мяса, стейк, кусок. Ну, сейчас после санкций, которые у нас ввели, наконец-то начало развиваться российское производство. И то, что раньше мы закупали извне, да, то есть Америка, Аргентина, Уругвай, Новая Зеландия, Австралия, это сейчас все переняли наши фермеры, наши производители и, слава богу, начали это производить на родной русской земле. У нас, в частности, это стейк Рибай, стейк Шато Бриан из куска Тендерлоен вырезки и стейк из русской говядины, российской. Это именно что местного производителя нам привозят из Аршанки. Ну, собственно, сейчас я расскажу, в чем разница между этими кусками мяса. Тут, в принципе, видно, да, то, что в Рибайе больше жира. Шато Бриан, Тендерлоен стейк, в нем еще меньше жира, он считается диетическим мясом. И это российская говядина, да, то есть местная говядина, в которой уже совсем мало жира внутри. Она тоже считается достаточно диетической. Жир в стейке играет главную роль. То есть жир дает тот вкус, да, тот непосредственный аромат, который придает это мясу. Марийской говядине, да, этого жирка совсем мало. Менее ароматная, нежели вот два стейка нам привезли из Брянска. Они взяли все технологии, которые Америка наращивала в течение достаточно долгого времени и применила это на себе. То есть это зерновой откорм. За счет этого как раз создается драманность и аромат. И это определенная диета питания. Сам стейк ребай, он идет из спинной части. То есть это та часть мяса, тушки коровы, которая не двигается почти что. Стейк Шотобриан, в нем есть вкрапления, небольшие жиры, которые дают сочность как раз и аромат мясу. Это спинная часть изнутри подреберная. Как раз она абсолютно не рабочая, да, и она абсолютно нежнейшая. То же самое, в принципе, стейк из Морийской говядины. Это оптимально. Для созревания стейков нужна температура 0 градусов и в течение около двух недель оно должно созревать при влажности 70%. Чтобы мясо раскрыло себя. То есть как вино раскрывает себя в бочках виноград, да, точно так же и раскрывает себя и мясо. Именно поэтому вот это мясо у нас, собственно, не замороженное. Вот это мясо мы хранили при температуре 0 градусов в течение недели. У нас есть специальные холодильники для этого созревания. Именно поэтому мы все-таки стараемся искусственно достичь той технологии, которую делают уже на больших производствах. Мы специально для стейков закупили приборы напрямую из Франции. То есть мы заказали их фирмой Лайоль. Это, в принципе, те производители, которые специализируются на ножах в первую очередь. Это Франция. То есть здесь нет кромки, которая будет пилить мясо. Оно очень острое, и поэтому оно нежно разрезает мясо, да. То есть мясо не рвется, пуски, да, когда стейки. Оно получается именно, что правильно тонко разрезаются на небольшие кусочки, что дополнительно сохраняет сок внутри мяса. Так что я думаю, что ценители оценят. Мы будем делать, собственно, три стейка. Мы для них поддим гарнир. Мы будем жарить рибай. Все стейки будут жариться средней прожарки, оптимальной для данного вида мяса. Температура внутри стейка должна быть оптимальной 57-58 градусов. Вот именно на этой температуре считается медин. Когда белки, отвечающие за цвет мяса, миоглобин и миоглобулин, они остаются неденутрирующими. То есть и остаются как раз по этому розовый цвет мяса. То есть это не кровь ни в коем случае, это всегда сок. Это мясной сок, который дает сочность мясу. То есть он просто при этой температуре остается оптимальным. Начнем с рибая. Шато и стейки. Мясо не смазывается маслом дополнительным, а растительным, то есть подсолнечным. Потому что у мяса есть свой жир, есть свое, так сказать, структуральное масло, которое дает ему антиперегарную структуру. Поэтому просто смотрим, когда мясо можно будет поднять, то есть когда оно оптимально поджарится, ему оно само отойдет от гриля. Делаем решетку. Это все можно, в принципе, сделать и в домашних условиях, и при жарке на сковородке. Атака происходит недолго, только чтобы провести определенную реакцию карамелизации в мясе. После чего мясо будет приготовляться уже в печке. Гриль у нас раскаленный, хороший, поэтому уже вполне достаточно. Ну и стейки сейчас прямо на первую обжарку мы убираем в печке. На гарнир хребая мы подаем запеченные томаты черри, чуть-чуть сломбированные в коньячке. Так как это действительно мясо и просто кусок хорошего стейка, то есть хороший стейк, ничего лишнего мы не добавляем к рибая. Сам рибай. Солить стейк лучше всего в конце, тогда из него не выходят лишние соки, да, то есть так как соль вытягивает сок из мяса, из продукта, из любого, который добавляется. Поэтому соль мы и мышцы непосредственно на тарелке уже. Совсем чуть-чуть. Свежемолотый перец. Сам гарнир. В данном случае томаты выступают как сверлитель вкуса и гарнир одновременно. Они остаются очень сочными. Плюс коньяк добавляет определенный вкус. И, конечно, веточка тимьяна. Небольшой декор. Паша. Ресторан Людовика Мора. Истинная элегантность, романтика и изыск. Находящийся в самом центре Йошкар-Олы на Успенской 15, полный очарования и тепла, он всегда порадует вас великолепием блюд и создат неповторимую атмосферу гармонии и волшебства. Русская, национальная и европейская кухня в авторском исполнении шеф-повара из Петербурга найдет отзыв в душе самого утонченного гурмана. Ресторан Людовика Мора имеет честь пригласить своих гостей отведать царский обед с сопровождающейся живой музыкой. С понедельника по пятницу с 11 утра до 15.00 вас ждет разнообразное меню, которое придется по душе даже самому взыскательному гостю. Ресторан Людовика Мора. Вкус, атмосфера, стиль. Редактор субтитров А.Семкин